Добрый день, меня зовут Лазарев Игорь Александрович, я врач-психиатр-нарколог, главный врач клиники доктора Лазарева. Сегодня вместе с Евгением Николаевичем Гаврилиным, руководителем реабилитационных программ, хотел бы рассказать о нашей программе, нашем подходе к лечению алкогольной и наркотической зависимости. Основа нашей программы – это биопсихо-социальный подход, то есть именно комбинация различных этапов лечения. Первое – это медицинский этап, который включает в себя стационарное лечение в нашей клинике, в которой проводится детоксикация, то есть очищение организма от алкоголя, наркотиков, остаточных следов употребления, восстановление сна, настроение, снятие патологического влечения к употреблению алкоголя и наркотиков за счет в основном медикаментов. На этом этапе также проводятся мотивационные беседы, психотерапия и подготовка к переходу на следующий этап. Самое важное, что в нашей клинике одна бригада, состоящая из врача-психиатра-нарколога, социального работника, клинического психолога, работает с одним пациентом с самого первого дня нахождения у нас до самого последнего дня – ресоциализация и выхода в социум. По окончании первого этапа лечения стационарного человек переходит в реабилитационный центр, наш пациент, где основа реабилитационной программы имеет тоже медико-социальный подход, то есть врачи продолжают наблюдать пациентов. Это отличает нашу клинику, наш реабилитационный центр от многих других, тем, что врачи-психиатры, психиатры-наркологи продолжают наблюдать, подбирать необходимую терапию, это если того требует, поскольку особенно пациенты, страдающие зависимостью от солей, мефедрона, современной синтетики, они требуют именно лечения в течение нескольких месяцев порой для устранения депрессии, тяги и так далее. Также на этом этапе, в первом месте реабилитации, наблюдает терапевт, и акцент делается на индивидуальной и групповой психотерапии, направленной на работу, опять же, с тягой, адаптацию к реабилитационному центру. Это в основном гештальт-подход и когнитивно-поведенческая психотерапия, направленная на работу с мышлением, с установками, разрешающими употреблениями и так далее. Но более подробно о реабилитации, о именно как раз втором этапе, где уже работа врачей становится меньше, но они контролируют процесс и уже пациент как бы восстанавливается в рамках терапевтического сообщества. Я попрошу же сказать Евгения Николаевича Гаврилина, руководителя наших реабилитационных программ. Как уже сказал Игорь Александрович, реабилитация у нас медико-социальная, то есть после пролонгации в реабилитационное отделение наших пациентов еще какое-то время ведут, наблюдают врачи. Врач-психиатр-нарколог и врач-терапевт, который отвечает за общее состояние здоровья каждого пациента. Непрерывно, то есть на протяжении всего реабилитационного этапа врачи присутствуют в реабилитационном отделении. Реабилитационный процесс состоит из трех этапов. Первый этап диагностический, второй этап коррекционный и третий этап стабилизационный. Реабилитационный процесс включает в себя три этапа. Первый этап – это адаптационный, он занимает где-то месяц-два, когда человек привыкает к терапевтической среде, к новой атмосфере, то есть формируется доверие между сотрудниками и резидентами. Второй этап – это интеграционный, он именно уже идет интенсивная интеграция в программу, когда уже с пациентом начинает работать индивидуальный психолог, проходят групповые терапевтические занятия, пишутся аналитические работы, и он занимает где-то от двух до четырех месяцев. И идет этап стабилизации где-то пятый-шестой месяц, когда уже человек, находящийся в программе, получает навыки, закрепляет их и практикует их уже в социуме, в таком микроклимате, в реабилитационном. В реабилитации достаточно комфортные условия, то есть есть бассейн, есть спортзал, пятиразовое питание, то есть атмосфера, именно дружелюбие, так скажем, терапевтическая среда, она поддерживается именно равными консультантами, сотрудниками. Делается это для того, чтобы пациенту было комфортно находиться в таких условиях, чтобы он мог открыться, довериться специалистам, проработать какие-то свои дефекты характера и так далее, то есть выйти на новый уровень. После этапа реабилитации есть этап ресоциализации. Другими словами, это плавный выход в социум. Это когда уже человек выходит в социум, то есть живут они в квартире, учатся заново пользоваться гаджетами, то есть выстраивают границы, применяют все то, что, так скажем, теорию, которую им заложили в реабилитационном центре, они уже применяют в практике. То есть учатся пользоваться именно этими инструментами, чтобы оставаться трезвыми. И также сталкиваются с разными триггерными ситуациями, там встречают соупотребителей и так далее. И вот как раз этап ресоциализации, он важен для того, чтобы в такие моменты рядом находились, так скажем, люди, которые их поймут, поддержат в трудную минуту, когда возникнет тяга, влечение к наркотику, чтобы рядом были люди, понимающие, готовые протянуть руку помощи. В рамках ресоциализации как раз-таки человек определяется, куда ему дальше идти, какое направление выбрать. Ребята ездят, занимаются волонтерством, ездят в реабилитационный центр, помогают на своем примере, делятся своим же опытом, трезвостью, помогают вновь приехавшим ребятам, поддерживают их, стимулируют своим примером, кто-то из ребят там занимается своим трудоустройством, мы помогаем трудоустраиваться. Много ребят остаются работать в этой сфере, то есть мы их обучаем, организуем разные тренинги, мероприятия, обучение для именно внутренней работы, для работы консультанта. И это все можно посмотреть на наших ресурсах, мы это все публикуем, как у нас проходит обучение. То есть ребята за время прохождения реабилитации, ресоциализации, они вот именно осознают, что им поможет, во-первых, сохранить свою трезвость, находясь вот именно в таком терапевтическом сообществе, и они могут помочь ребятам обрести трезвость, другим ребятам на своем примере. И для этого мы их обучаем, чтобы они могли более компетентно оказывать помощь таким же зависимым. И как показывает практика и наш опыт, при соблюдении всех вот этих трех этапов мы добиваемся очень такого высокого коэффициента трезвости среди реабилитационных центров.